Это, правда, жесткий отбор. 114 педагогов на заводшинном этапе, 32 на районном и 24 на областном. У финала в область представить 8 человек. При этом конкурсантам необходимо продемонстрировать не только свое профессийное мастерство и володание сучасными методиками выкладания, а и креативность, как затекать своим предметом сучасную молодь без такой якости, как артистизм сучасному наставнику, не обыстись. Сегодня есть проблема, что учащиеся приходят на уроки, им скучно, им неинтересно. И они оценивают урок как очередную картинку ВКонтакте. И я хочу, чтобы эта картинка, которая мелькает на уроках, она была яркой, интересной, и чтобы они почувствовали участниками этой картинки. Поэтому, естественно, артистизм... Братца наставника легкой не была ни Коли, а Лизары стать лепшим, особливо складана. Ни для кого не сокрыт сучасная молодь, друкованным выданием уже не так текавится, как их попередники. Но вот, коли это тычется классичных твору, в первых это часто интернет-версия. Профессионализм наставника у тем, как не просто провести урок, а ли и на протяглый час затекавить своим предметам, як мага большую колькость школьников. Я приучаю своих учащихся увлекаться литературой, жить в ней. Многие из них являются победителями, участниками различных литературных конкурсов. Мы вместе с ними идем к сотворчеству, составляем различные проекты, сочиняем произведения. Уявление инициативных и метанакерованных наставников, развитие их творческого потенциалу и поддержка инновационных технологий в Галине педагогике, главные задачи конкурса «Настник года» николи не изменяются. Иншая справа, что примусить до активной деятельности педагога, учасом бывает непросто. Сегодня в Гомельской области 24 наставника-методистах. Это самая высокая категория в профессии. Управданной с иншими регионами личба не дренная, али ориентиров могло бы быть значно больше. Умеют достигать своих целей, готовят хорошо своих учеников, имеют конкретные высокие результаты, но, может быть, иногда и скромность не позволяет им продвинуться вперед, или в какой-то степени, может быть, и наши руководители не умеют правильно поддержать таких талантливых людей. Финал республиканского конкурса «Настник года» пройдет уверенность в Минске. Для финалистов это не просто профессиональный испыт, али и поддержка уластного авторитета. Ранее они чекали от своих выхованцев золотых медалей, а теперь сами повинны вернуться с дипломами, как минимум первой ступени. Тем более, что профессионализм наставника у Гомельщины заусюду был на высоком узровне. Навод, звание народного наставника Советского Союза номер один у свой час отрымала представница нашего региона. Любила детей разных, и тех, кто хорошо учился, и тех, кто посредственный, и тех, кто плохой был считался. Я могла найти общий язык со всеми. Олег Сентюроу, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».